Привет всем подписчикам и также случайным зрителям! В этом видосе я буду вам показывать, как вы сможете удалить свои системные приложения без подключения своего смартфона к компьютеру, а также без root-прав. Есть некоторые ограничения будут, но куда же без них. В любом случае, эти приложения намного снизят активность вашей батареи и объем оперативной памяти. Давайте покажу вам самые простые способы, а потом перейдем к еще проще способам. Самый простой способ. К примеру, вы нашли системное приложение, которое вам не нравится и которое вам вообще не нужно. Вы им не пользуетесь. Зачем оно вам нужно? Просто так висит и мешает. Что вы делаете? К примеру, такое одно из системных приложений, как браузер. Абсолютно бесполезная вещь. Я нажимаю, и как вы видите, я выдвигаю, и сверху вкладки удалить нет. Как есть на других приложениях, которые вы скачиваете. Что вы делаете? Вы нажали. Здесь выскочила такая вкладочка о приложении. Вы нажимаете. Вы здесь это приложение отключаете по полной программе. Вообще все. Заходите. Так, здесь у нас. Ага, понятно. Здесь вы память. Заходите. Кэш. Данные. Очистить все. Просто вы все очищаете. Окей. Все у вас очищено. Так, трафик пусто. Батарею не жрет. Автозапуск вы отключаете. Разрешение приложений. Тоже все вы отключаете абсолютно. Уведомления абсолютно, полностью все уведомления вы отключаете. Так, потом вы закрываете это приложение и очистить все нажимаете. Все. Вы это приложение практически парализовали уже. И со всеми приложениями вы поступаете так же. Потом есть еще вариантик. Вы в Play Market скачиваете два приложения, которые вам подойдет. Тем вы будете пользоваться. Первое приложение это System App Remove. И второе приложение Easy Units Tailor. Допустим, заходим сюда. Так, вы здесь ищите приложение, которое вам необходимо удалить. Ищите, ищите. К примеру, да, GetTabs. Вот это вот. Надо оно вам. Да нет, не надо. Удалить. Установить исходную версию приложений. Все данные будут удалены. Окей. Так, по идее, как бы, приложение это удалено. Ага, вот оно у меня. То же самое. Видите, я его не могу удалить. Что я делаю? О приложении. Я здесь все вообще, уведомления, все отключаю. Вот. Очистить. Я его очистить все. Полностью я его очищаю. Все. Оно у меня наполовину закрыто. Отлично. Потом опять заходим в это приложение. Ищем другие приложения, которые вам необходимо удалить. В общем, вы всю эту процедуру проходите. Потом вы заходите в System App Remove приложение. Напомню, что этот способ, он самый простой, потому что не нужно смартфон подключать к компьютеру, а также не нужно устанавливать различные root-права. Нажимаете старт. Вот вы нашли этот браузер, да? Опять. Вы его останавливаете и отключаете. Все понятно. Потом вы листаете вниз, опять ищите приложение, которое вы хотите удалить. К примеру, вот погода, да? Я ее отключил. Она мне абсолютно не нужна. Потом ищем дальше. Допустим, тут есть приложение еще, MiPay оно называлось. Ага, вот оно находится. MiPay. Что я делаю? Я его останавливаю. Я его отключаю. И, в общем-то, уведомления. Я все уведомления отключаю. Я его парализовываю, это приложение. Так, хранилище. Очистить. Все. Очищаем. Все удаляем. Все. Вот. Оно отключено. То есть, считайте, что его нету. Также я подключал Google Play музыка, Play фильмы. Вообще ненужная вещь. И, как ни удивительно, эти приложения у меня некоторые. Допустим, как MiPay пропали с рабочего стола. Вот, допустим, браузер. Я их парализовал. GitHub с парализованной. Но, видите, эти приложения, иконки не пропадают. Они остаются. Что бы вы ни делали, они все равно будут оставаться. Поэтому, такие дела. Кто хочет, можете парализовать свои приложения. Они не будут тратить вашу батарейку. И они не будут жрать оперативную память. Это, в общем-то, очень даже хорошо. И так поступаете вы с каждым приложением. Вы его полностью отключаете. Перекрываете ему кислород. И оно вас больше не тревожит. И батарея кушать вашу не будет. Вот такие дела. Вот такое вот получилось небольшое видео. Надеюсь, оно было для вас полезным и интересным. Если это так, оставляйте свои лайки. Подписывайтесь на канал. Всем успехов! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok